всем привет дорогие друзья с вами я александр михаленко и сегодня мы с вами вернулись в поселочек как ты бель взяв самый пик сезона сейчас посмотрим что здесь происходит здесь творится исправился ли как-то как-то деле изменился он или нет я надеюсь сегодня дойти пешком до мыса хамелеон поснимать там для вас шикарные виды но надеюсь что ролик вам понравится поэтому ставим лайк пишем комментарии конечно же подпишись на канал потому что ежедневно выходит нам видеоролики но мы погнали смотреть как тебе ну что друзья мы на набережной как ты беля здесь стоит вот такой кстати в раньше не замечал недостроенное здание я могу к набережке вы не достал себя гостиницу что хочу сказать о количеству людей и здесь довольно таки много сейчас мочу дальше спустимся на пляж буду вам все показывать люди есть вода кстати в море сегодня мутная скорее всего вчера был шторм либо только будет шторм но купаться в мутной водичке не особо хочется кафешки все работает уже каждая кафешка открылась обязательно сходим с вами какую-нибудь столовую продегустируем здесь еду покажу вам цены возможно поспрашиваем цены про жилье за сколько здесь люди снимают номера я думаю что здесь будет немного дешевле чем судаке но конечно не во всех гостиницах в некоторых будут такие же цены как и судаке но посмотрим друзья все ведь и движение идет движение есть люди есть я не знаю как здесь обычно в пик сезона сколько здесь людей потому что я здесь никогда не были бы весной был либо ранним летом но чтобы вот так в июле уже в конце приехать что я еще ни разу не был ожидать и посмотрим на пляжик на море посмотрите но что сказать вода прям сильно мутная хотя почему она мута сидит галька значит там галечное дно водичка должна быть чистая но сезон где пустоватые конечно и он там люди загорают на этой гальке ладно давайте пройдемся дальше набережно как ты берет довольно таки большая друзья поэтому скорее всего будем нарезочками делать это видеоролик ну посмотрим как пойдет возможно и цельный получится чтобы сильно не затянуть его что хоть сразу заметили так курильщики которые здесь курят любуются морем и свои бычки бросают просто вот здесь на набережную сотни этих бычков неприятно конечно но что поделать вон друзья кородак всем видно то вот это вот профиль волошина как мы дойдем к вам памятнику сравните похож он или нет даже стихи про это написал так что же заметил по набережной в некоторых частях она чистая а вот в некоторых допустим как здесь она просто грязная но урны не переполненные стоят пакеты видно что мусор хотя бы здесь выводится из урн много вот таких вот таких-то недостроев есть на набережной как ты беля и думаю не зимой просто закрыть такая цена не летом не работает я не знаю что это за кафешка друзья но посмотреть некрасиво украсить свою территорию какие-то цветы они не просто какие-то они живые в горшочках растут это зеленая друзья это бананы растут таков и называется зодиак молодцы что украсили свежие устрицы камбала бычки барабуля взял кажется на где мы будем пробовать с вами устриц что еще хочется заметить появилось много вот такой навязчивой рекламы но друзья это не только в как ты беля в судаке у нас просто по набережной тоже куча таких рекламных стендов и конечно жаль что муниципальный контроль не работает не контролирует это судаке здесь я не знаю кто работает но судаки по крайней мере очень много такой рекламы появилась такая что очень портит ассетической вид нашего города вот друзья максимилиан волошин вот такая памятник ему здесь стоит так смотрим на лицо в профиль увидели а теперь смотрим на гору в профиль увидели вот гора как будто его лицо идеально очень похоже кто будет здесь живую обратите на это внимание если вам никто об этом еще не рассказывал вот здесь такие друзья шары стоят это облака клубятся в безднах зеленых у чезарных пустынь восходы избегаются тени с гор обнаженных цветорос и меда максимилиан волоши написал такие строки и в честь этого поставил такие штуки ну как фото зона пойдет уже стоят художники пишут картины из разные вот друзья экскурсии самая нормальная экскурсия как ты бельям рекомендую прокатиться на корабле до этих золотых ворот стоимость всего лишь 1000 рублей за дорого это или дешево на принципе нормально потому что на корабле смотрите насильно большой корабль не садитесь потому что он не сможет проплыть во внутри этих воротах ворот а вот такой средний он спокойно проплывает я плавал на среднем друзья он проплыл в эти золотые ворота и было очень круто люди там бросают монетки чтобы загадать желание вернуться туда снова и там было еще купание в открытом море потом вода просто и такое нигде в крыму не видел из продаются друзья фотки кстати наша нового света посмотрите не ошибаюсь это фотка новоселова может и нет очень похоже кстати что все похоже на скриншот с моего видеоролика реально артем какой-то автофотографии ладно здравствуйте да да про gopro 8 так друзья мы уже подходим к причалу вон причальщик и зайдем на него посмотрим 3 10 к я уже стала ли торговая зимой здесь не было только одна такая один столик такой стоял торговал а сейчас крик их уже много так мы с вами должны были искупаться помните в этом бассейне перелезть и что будем делать друзья я думаю что нам нужно это проникнуть на эту территорию и искупаться уже там в бассейне вот она то что мы зимой говорили когда он еще был пустой что мы будем там купаться вон сколько там водичка чистая также делать она на обратном пути если будем идти то я думаю что с вами искупаемся так друзья для тех кто хочет посетить самолет который мы обозревали в нашем ролике вот сворачиваете как раз раз за этим бассейном налево и идете по вот такой аллее кстати она на удивление ухожена трава выкашена посажены посмотрите какие-то цветы но выглядит конечно таки неплохо и радует глаз если сравнивать с тем что здесь было смотрите красивенько это пансионата стала вот друзья вход на бассейн и так понял бесплатно что ли потому что не охрана никто там не сидит поэтому через забор не придется перевозить а просто пойдем и искупаемся без проблем водить такая чебуречная так цена за чебурек 90 рублей друзья на 100 рублей стоит чебуточки здесь самца продается запах я еще есть хочу мы с вами пойдем обозревать столовую какую-нибудь там еще видно видите не убрали стоит куча травы но хотя бы и прорвали покосили уже выглядит нормально по-человечески не то что конечно что было вот тоже здесь прорвали эти клумбы более-менее навели в порядке то столько вывести от эти горы травы в общем вы увидите на своем пути вот такой big board написано луна парк и сворачивайте не в ту сторону а вот вправо закрыли друзья закрыли наш проход в общем нам нужно было свернуть сюда и вон если видите стоит самолетик давайте чуть ближе к нему подойдет это через забор на перевозе теперь что поделать насколько мне известно здесь проводился раньше джаз фестиваль сейчас он проводится за горой юнги захламом юнги так может здесь вот есть посмотрим не друзья на каждом заборе визит замок хотя зимой все было доступно все было открыто печально что там будет делать интересно держать на самолет вы не попадете только в моих роликах либо перевозить вам придется в общем здесь на территории стоит покажу вам самолет вот увидели вон самолет и мы залазили самолетом сверху в нем дыра сидят пилоты и туда можно пролезть вовнутрь полазить на него посмотри как он устроит и настоящий самолет когда-то летал но сейчас в нем раньше проводились какие-то там был кинотеатр показывали мультфильмы детям когда он еще был оборудован внутри там были сиденья все было новенькое сейчас конечно все уничтожено все разбито все разграблено так и живем друзья ладно отправляемся дальше с пройдемся еще до мыса хамелеон хочу нам из хамелеон зайти и там с коптера снять видеоролик ну не знаю ветер позволит нам это сделать или нет очень надеюсь что да даже на все получится неизвестно по каким причинам но вход на главный причал в катебеле друзья закрыли мы просто закрыли заварили вот такими ментальными металлическими конструкциями посмотрите вот шов такой от сварки все здесь уже не пройти и здесь так кто знает причину мы напишите пожалуйста в комментариях почему его закрыли почему нельзя заходить на него все друзья заварено люди которые так с пляжа облазают по заборчику и приходит на причал можем здесь прелесть конечно но не охота перелазить с особо то ничего не с ними но конечно же печально почему вы закрыли он вроде бы не как судакский не в аварийном состоянии но все равно закрыт ведь там уже мусор люди оставляют даже заметил что вот здесь смотрите тоже люди бросают свой мусор не культурные люди есть урны на набережной бросайте свой мусор туда друзья давайте отправляемся дальше потому что здесь конечно печально что закрыли раз вы знаете почему закрыли вроде бы все время открыт был они вокруг они вокруг обходят облазит на не ныряли уже какой-то случай был чтобы подкатить в этом году что же здесь ресторан шинок украинской кухни посмотрите такая фото зона я т.б. колхай переводит я тебя люблю такая собачка сырко в общем вот вот такой ресторанчик здесь кстати стоят уже такие мусорные контейнеры каждый метров на 20 в общем с мусором как ты бель немножко начал справляться как я посмотрел потому что на улице мусора немного здесь конечно места но критично и я убрал тут мужа такие контейнеры так выходим на какой-то пляж не знаю как он называется но находится напротив кого-то пансионата закрытого что можно сказать первых впечатлений от пляжа есть люди но я бы не сказал что много много свободного места шезлонги но хотя шезлонги заполнены где-то процентов на 40 вверху тоже заполнены а чуть ближе спустимся там стоят это что-то это красные палатки и под ними шезлонги садаке пока что такого не придумали слава богу а такие тенты можно сделать конечно но вот так выглядит пляжик люди отдыхают купаются с радостуда сегодня мутинькая но за что любит активизм то что у него смотрите такие красивые здесь пейзажи с двух сторон тут вулкан кородак с этой стороны у нас мыс хамелеон гора тоже волочная находится в общем друзья здесь вместо живописная давайте немного покажут пойдемте посмотрим цены индивидуальный на вес 250 рублей шезлонг 150 рублей надо неизвестно за сколько времени не указано я думаю что больше чем час на целый день потому что мы в как тебе или из принципе недорого но люди в теньке вот так отдыхают им нравится где сегодня сильный ветер походу мы не сможем запустить наш коптер и не знаю пойдем ли мы тогда нам из хамелеон или нет смысла туда идти потому что я иду только чтобы запустить оттуда коптер на есть одна идея как снять прикольно но скорее всего креста и снова нам перенести так давайте поднимем смотреть пляж такой галичный кто любит гальку и приезжает сюда на отдых так надеюсь там будет выход у нас для садонки полупустые как видим вот такой как тебе сегодня смотрите в этой стороне набережной чем пляжик уже более популярный ведь уже побольше людей сочится какая-то жидкость из-под бетона догадайтесь что это друзья запахом отвратительно здесь сдаются шезлонги люди купаются загорают все все устраивает лет за людей уже побольше сами видите на все равно могло быть и лучше мне кажется поднялся на холм юнги друзья здесь находится его могила дать и прочитаем что написано здесь покоится основатель имения коктебель профессор офсальмолог эдуард андреевич юнг и 1831 1898 года его сыновья владимира до эдуардович юнги и сергей эдуардович эдуардович юнги даже друзья еще его внук кирилл александрович юнги вот такое это хранение и вот здесь не знаю где основное но как видите вот здесь поставили такой горшочек с цветами и прямо здесь под этим холмом друзья где стыкуется городской центральный пляж находится нудийский пляж нудистов очень много так и тут меня не бань вот это друзья ты должен начинается нудийский пляж идет в сторону центрального пляжа как видите нудисты есть так youtube только не бань меня друзья дальше уже городской пляж идет они просто вместе совмещены поэтому кто с детьми будет смотрите или здесь осторожнее я взял шашлычок это все обошлось не в 500 рублей поел шашлыка на 500 рублей до плюс лепешка плюс соусом что сказать шашлык был на троечку назвала заведение шашлычный рай но не комендую возможно что мне попался холодный шашлык друзья не знаю в общем решил еще показать вам как теперь с высоты потому что из-за сильного ветра мы мы не можем взлететь но с высоты на как тебе мы посмотрим потому что сегодня работает колесо обозрения стоимость проедет 200 рублей но за 200 рублей ты катишься два круга получается ночи с поднимемся подожила виды я вот так просто дикий ветер здесь вставать даже страшно давайте эту сторону показывать еще кстати дрошат и на эти кабинки вы что страшновато в них сидеть вот такая парковка просто и такие старенькие сидеть особо страшно безопасность никакой здесь нету но мы уже на вершине практически вот друзья кородак корабли по морю вот так выдавит в общем как тебе с этой стороны ну что друзья наверно будем с вами прощаться надеюсь видеоролик вам понравился обязательно поддержите большим пальцем вверх пишите свои комментарии конечно же подпишитесь на канал потому что я ежедневно показываю что творится у нас в крыму сегодня у нас поселок коктебель но с вами был александр михаленко встретимся мы уже завтра в новом видео всем пока